В последнее время очень частый вопрос от парней, что делать, если ты работаешь стриптизером в ночном клубе, но родителям врешь при этом, что работаешь учителем, потому что они очень хотели, чтобы ты учителем стал, как и они, а не тем, кем ты стал стриптизером, и если типа они узнают, они с ума ссы идут реально. Итак, как им объяснить, почему у тебя все трусы танго, тоненькие такие шнурки? Потому что стол учителя находится возле окна, то есть возле батареи, и там всегда жарко, по 7, по 8 уроков сидишь, поэтому тонкие трусы спасают твои булки от прения. Учить людей географии с апрелыми булками, это не кул, не кул, еще что-нибудь, приплети типа, приедут булки, никого нормально не научишь географии. Знаете, взрослые учителя любят всякие такие поговорки странные, которые даже не поговорки, а просто чушь какая-то выдуманная. Почему ты работаешь не днем, а по ночам, и зарабатываешь не 12 тысяч рублей, а 250 тысяч рублей? Значит, ты работаешь в коммерческой школе для детей сов-геймеров, ну днем они шпилят или дрыхнут, а ночью вот как раз они и ходят в школу. Подтверждение можно как бы подменить немножко понятия, дать родителям по 10 тысяч рублей, сказать, ну деньги-то мне платят на настоящие, вот на нате заберут, ну вот, все, возьмите, настоящие. Ну они такие, наверное, ну так-то да, деньги как бы настоящие, только правда не получается ведь. Как объяснить, что у тебя, откуда и зачем у тебя в комнате пилон? Это шест, на котором танцуют, стриптиз. Скажи, это меридиан. Ну то есть такой символ географии. Один из меридианов, который проходит прямо через твою комнату. Как обучение детей географии, географии стержня проходит через твою жизнь. От этой метафоры вот у родителей, учителей прям слеза навернется, знаешь. Потому что ты не работаешь учителем, а живешь учительством. Учить это призвание. Но не у тебя. Ну если ты стриптизер, у тебя призвание ловить булками купюры. Выуживать болтом из дамских радикюлей купюры. Как объяснить, что откуда у тебя следы губной помады на жопе? На накачанной загорелой жопе. Говори так. Скажи, на педсовете учителя, коллеги, другие немножечко женщины тяпнули и решили тебя разыграть немножко. И тебе, когда ты наклонялся учебный журнал из пола подбирать, кинули тебе помаду в штаны. Ну как в кошелек, знаете, это называется. На учительском жаргоне. А дорисовалось там все уже случайно, потому что у тебя художественная жопа. В общем, ребята, задавайте ваши вопросы, я с удовольствием на все отвечу в комментариях.